Александр Данилов безо всякой ностальгии вспоминает время, когда, чтобы добыть нужную справку, нужно было жизнь положить. Сегодня документ, который нужен для оформления права на льготный проезд, ему выдали за 15 минут. Удобно, конечно. Все в одном месте. Не бегать никуда не надо, ничего. Ежедневно в службу одного окна обращаются более 100 человек. В основном по вопросам социальной защиты и оформления земельных участков. Единый центр сотрудничает практически со всеми муниципальными и государственными структурами. Через них специалисты центра сами запрашивают все необходимые документы и справки. Согласно, который вышел в 210-м, федеральному закону, то есть, получается, минимизировался вот этот перечень документов, которые мы запрашиваем у заявителей. Допустим, для получения детских пособий запрашивали все обязательно справку о доходах. С вступлением вот этого закона, то есть, эта справочка не нужна. В этих стенах горожане получают более 80 государственных и муниципальных услуг. С 1 января 2013 года перечень увеличится до 100. Это предусматривает закон о снятии ограничения на предоставление услуг по принципу одного окна, который вступил в силу 30 июля. Упрощенная форма распространится на жилищную сферу и регистрацию актов гражданского состояния. Например, через многофункциональный центр смогут подавать заявление пары, желающие заключить брак. Причем заявление может быть и в электронном виде. Специально для консерваторов оставлена возможность обращаться с обычным бумажным заявлением в ЗАГС. Еще в гипермаркете услуг можно будет подавать жалобы на нарушение закона о защите прав потребителей и получать загранпаспорта. До января мы планируем провести обучение сотрудников, заключить соглашение непосредственно с органами наказания услуг в многофункциональных центрах. Обучение сотрудников будет проходить как на местах, так и в органах-исполнителях. Упрощенная процедура коснется также регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и миграционного законодательства. В связи с тем, что перечень услуг, которые предоставляет центр, стал гораздо длиннее, планируется расширить штат и открыть филиал в Иркутске по улице Трактовой. Открытие состоится этой зимой. Ирина Гапончик, Туяна Немаева, Александр Барановский. Новости сейчас.